Авторитет был огромен. Вся питерская братва обращалась к нему не иначе, как на «вы», уважительно называя Степаныча. Сейчас, если сказать слово «росомаха», то у всех сразу всплывает образ героя комиксов, которого сыграл Хью Джекман в киноадаптации «Люди Икс». Но, как известно, «росомаха» – это некий зверек. Ни до медведь, ни до хорек, который относится к семейству куньих. Однако с этим зверем не все так просто, как может показаться на первый взгляд. Загородные дома. Автопарки, состоящие из десятков респектабельных авто. Личный самолет и сотни миллиардов долларов на счетах в зарубежных банках. Конкретно эти и многие другие атрибуты роскошной жизни совершенно не интересуют «росомаху», а интересуют его только… Ханьбар! …по своей территории в поисках пропитания. Территория эта не маленькая. Так называемый охотничий участок «росомахи» может простираться на 2000 квадратных километров. Сколько? И, кстати, как такие огромные территории ему достались? Откаты? Подарки влиятельных покровителей или же незаконный рейдерский захват? Пока нам это неизвестно. Но поверьте, на этой местности всех живых существ объединяет одна мысль. Как бы не столкнуться с этим озверевшим созданием природы. Совсем озверел, шакал. Соседями по ареалу обитания взаимоотношения росомахи сводятся к простой истине. Все, что находится на его территории, принадлежит ему. И если какой-то хищник добыл мясо и это увидел росомаха, это мясо росомахи. Не напоминает ли это вам чиновников, дорвавшихся до власти, которые готовы отобрать все у простых смертных, лишь бы реализовать свои амбиции? Власть всегда в руках мафии, бандитов, криминалов, коррупционеров! А давайте посмотрим на этот мех. Мех у росомахи густой, длинный, имеет коричнево-черный окрас. С роскошной золотистой полосой, проходящей от самой макушки и далее по плечам и спине. Не задумывались, а откуда у маленького зверька, который не имеет никакого бизнеса, вкладов под большие проценты и даже каких-либо сбережений, такие шикарные шубки из дорогого меха в наличии? Ответ очевиден. Достались от подсуетившихся в нужный момент родственников. Соболь. Это вам о чем-нибудь говорит? Так вот мы выяснили, что оказывается Соболь является дальним родственником росомахи. Теперь все стало ясно. Если бы не тайные генетические связи с Соболем, то росомаха выглядел бы примерно так. Посмотрим далее. Острые, как ножи, зубы и когти, способные разорвать любого, поверившего в себя фраера. По всей видимости, добытые коррупционным путем. Либо это просто природа наградила их таким орудием, чтобы выживать в дикой природе. Но все-таки мы склоняемся к тому, что это было приобретено при помощи коррупции. Так или иначе, вы только посмотрите, челюсти и зубы очень мощные. Этот зверь без труда может раскусывать замерзшее мясо и даже крошить кости оленей. Также прослеживаются и другие связи. Например, с лисой. Росомаха издает звуки, похожие на лисия тявканье. И мы понимаем, что где-то в роду были лисы. А это значит, что росомахе свойственна хитрость. Хитрый человек. Это Оксана, тетя моя родная. Очевидно, без этого качества такое существо, не обладающее внушительными размерами и силой, не смогло бы иметь такой статус. Не нужно заглядывать за секреченные документы, чтобы увидеть доставшиеся ему по наследству от влиятельных родителей ловкость и бесстрашие. Животное всегда яростно бросается в схватку, и это обескураживает любого противника. Если наш герой встречает сопротивление, то он уходит в слабое место и бьет точно в него. За счет своего небольшого размера и ловкости его достаточно трудно поймать. Поэтому противнику зачастую приходится ретироваться и отдать росомахе все. Даже в тех случаях, когда отпугнуть конкурента не получается и за добычу завязывается серьезное сражение, у росомахи есть секретная способность. Выделять из анальных желез резкий и неприятный запах, как у скунса. Молодой и неопытный волк решил напасть на скунса. К сожалению для волка он не знал, что скунс прячет у себя под хвостом перцовый баллончик. Для защиты от неожиданных нападений. Разве такое мощное оружие может быть у обычного животного? Разумеется нет. И как мы уже говорили, очевидно, что это генетический подарок от влиятельных родителей. Если пройтись по родственникам росомахи, то можно сделать для себя интересные выводы. Например, откуда у него в наличии такие особенности? Итак, мы узнали, что шикарный мех, который не только красиво выглядит, но и спасает росомаху в лютые сибирские морозы, достался от тайных связей с такими, как соболь. Ловкость. Очевидно, что это приобретение мы имеем от горностая, который также относится к семейству куньих. Нет, но вы видели этого мелкого и верткого пиздюка. Ну-ка стой, пи***р ушастый. Секретный перцовый баллончик, который росомаха взял на вооружение у скунса. А откуда у него такая невообразимая ярость в бою? Острые зубы и мощные когти. По нашим сведениям, в роду росомахи были самые настоящие медведи. Ко всему прочему, на некоторых кадрах мы действительно можем заметить, что он похож на медведя. Также, как уже было сказано, прослеживается параллель с лисами, от которых росомаха взял хитрость. Мы бы не узнали этого, если бы не схожие звуки, которые они издают. Ничего не забыли? Ах да, мы чуть не упустили самое интересное. Двоюродный брат росомахи, медоед. В ролике про медоеда вы попросили щелкнуть два раза пальцами, если он держит меня в заложниках. Ха-ха-ха-ха-ха. Что за бред? Который предпочел терроризировать более теплые места. Если росомаха взял под контроль преимущественно тайгу, тундру Евразии и Северной Америки, то медоед захватил большие части Африки и Азии. В Африке он встречается почти повсеместно, от Марокко и Египта до ЮАР. В Азии его сфера обитания простирается от Аравийского полуострова до Средней Азии, а также до Индии и Непала. Оба героя принадлежат к семейству куньих. Оба отличаются изворотливостью, гибким умом и вредным характером. Друг от друга эти братья отличаются и внешним видом. Шерсть у росомахи более густая и теплая, но, разумеется, среда обитания подразумевает. Также они отличаются и по весу. Если медоед достигает 12 килограмм, то росомаха спокойно может отъесться до 20. В чем они схожи помимо стремлений доказать свою отвагу каждому встречному, так это в обжорстве. Но если медоед съест ровно столько, сколько найдет, то росомаха склонен делить свою добычу на части и прятать несъеденное на будущее. Прагматичный засранец. Она свой подарочек спрячет и потихонечку-почконечку ест. Ну ладно, если отбросить шутки в сторону, то росомах – это действительно клевый зверь, у которого есть чему поучиться. Как минимум тому, что несмотря на небольшие размеры, можно оставаться предельно крутым и быть уважаемым авторитетом в этом жестоком животном мире. Ну а ты ставь лайк, если тоже хочешь быть авторитетом. И подписывайся, чтобы быть в курсе событий. Но помни, не факт, что здесь были факты. Пока.